Лучше. Ну давайте пару слов, наверное, скажу все-таки про классические части. Когда была эпоха PlayStation, у меня PlayStation 1 была очень непродолжительное количество времени. Ну я об этом рассказывал, то есть буквально несколько месяцев. Хотя сейчас трудно сказать, время-то как-то... Память уже не так хороша, как... Возможно, она была на протяжении двух лет, а сейчас мне кажется, что это была какая-то мимолетная тема. Ну и игр было не так много у меня. В основном какие-то аркадки, самые такие простецкие стрелялки, гоночки были. Но в такие игры мне тогда в силу возраста, наверное, родители играть не разрешали. Хотя, ну, некоторым сверстникам, точнее, родителям некоторых сверстников, возможно, было наплевать. Поэтому для кого-то Resident Evil это игра детства. Но я вот не помню, чтобы я в нее играл. Но всегда помню, что в таких журналах про игры, консольные, компьютерные, типа страны игры, всегда очень сильно нахваливали Resident Evil. Первый, второй, там, третий в дальнейшем. Постоянно были рекламные постеры такие. Ну, не постеры, а картинки, связанные с резиком. То есть, там, какой-нибудь зомби с перекошенным рылом, там, на весь, на всю страницу. Постоянно рассказывали про саспенс, который нагнетается в этой игре. Хотя тогда такого слова, наверное, никто не знал. Но так как мне тогда было лет 11, наверное, то меня больше интересовало то, что на некоторых скриншотах главными героинями были тёлки в шортиках. Это уже потом меня, скорее, мужчины в шортиках начали интересовать, если вы понимаете, о чём я. Ну, а тогда, да, сюжетные костюмы обычные. Либо можно выбрать, ну, за то ли предзаказ, то ли за покупку делюкс-версии. Даётся несколько костюмов, несколько пушек, я особо не разбираюсь. Мне нравится нуарный вариант. Прям реально прикольно выглядит. И Клэр. Клэр, кстати, похожа на актрису Милу Куниц, как по мне. Такая же рожа опухшая. И у неё тоже есть вариант нуар, военный и Эльза Уокера. Кто такая Эльза Уокера? Я вообще в лоре не особо ориентируюсь. Это какая-то гонщица, судя по костюму, либо работница японского садомазо-клуба, где уважают кожу. Военный тоже довольно нелепо выглядит. Но я, наверное, за мужика поиграю. Хотя Кеннеди, насколько я знаю, такая фамилия не слишком везучая, что ли. Ну, судя по тому, как развивалась история. Графин-то очень неплохой. Мне жрать захотелось, когда я тут бургер увидел. Такие заставки обычно ни к чему хорошему не приводят сейчас. Мужик заковыряется и... отрубится, а его зомби съест. А, нет. Нет, он сбил бабу. Но, естественно, это... Это зомби. Мы-то можем об этом догадываться. Собственно, по радио уже передали о том, что грядет нашествие. Этих всем их забавоков. Но мужик... Он недаром дальнобойщик. Он не сможет сложить 2 и 2 и просто уехать. Вот у нас на российских дорогах ни у кого бы и не произошло такой ситуации. То, что чувак вот так вот сбив просто дальше бы поехал. Ну да ладно. Жалко чувака. Обычно у дальнобойщиков... С женщинами складывается несколько прямого сценария. Это еще ничего не значит. То есть, кто бывал в дешевых барах, там иногда такой след к туалету тянется. Это просто значит, что мы по щам надавали. Это не обязательно зомби. Я лишь могу сказать то, что графика и в катсценах, и вообще, я бы сказал, очень впечатляющая. Она какая-то очень четкая. Знаете, в последний раз... Вот если сравнивать, да, с каким-то консольной, с какой-нибудь игрой, например, ну допустим, Detroit Become Human, там просто, ну, все настолько мыльное было. На прошке, правда, не играл, но на обычной плойке тяжело было воспринимать. А здесь прям такая четкая картинка, guys. Да, вот чувак выглядит как кукла. Как Кен. Помните, мужика Барби. Слишком он какой-то лощеный, симпатичный. Вот, настоящий мужик выглядит вот так. Почему? Вот феминистки борются, да, за то, чтобы в играх отображали не только сексуальных сисястых тянок с длинными ногами в броне, которые ничего не защищают, но и каких-нибудь там жирух, прыщавых и так далее. Почему мы, мужчины, уродливые, такие, как я, не настаиваем на том, что главные герои игры не должны выглядеть, как, блядь, Криштиану Рональду на помаженной. Вот почему тот вот дальнобойщик не главный герой игры? Какого хрена такой красавчик? Я чувствую себя ущемленным и обиженным. Потому что, когда я смотрю на него, даже мне хочется ему отдаться. А когда кто-нибудь посмотрит на меня, какая-нибудь женщина, что она скажет? Типа, блядь, как можно так опуститься? Как можно так запустить себя? Это обидно. А если бы я был главным героем какой-нибудь подобной игры, то... Ведь, судя по Бенедикту Камбербетчу, одному из самых страшных людей на Земле, достаточно просто человеку быть в центре, я не знаю, там, кинокартины, сериала, компьютерной игры, чтобы тянкам начало казаться, что уродливое это симпатичное. Ну, возьмем какого-нибудь омерзительного ютубера какого-нибудь, опустившегося, жирного, там, не знаю, соской о баллоне какого-нибудь. Даже у него будет секс, потому что он на ютубе, понимаете, популярен. Вот к стримерам это уже в меньшей степени относится. Пистолет прикольно так переливается. Попка такая классная, у него, блин, штаны. Нет, чуваки, в плане графина я реально впечатлен. Даже, даже на значки. Да, блин. Я впечатлен, серьезно. Но вот сейчас уже в меньшей степени, когда я посмотрел в эту машину, я думаю, что она чисто как украшение здесь стоит. Вряд ли она будет как-то задействована. Но я так понимаю, это всякие средства для мытья. Я всегда мимо прохожу этих полок, не дай бог, не дай бог. Это для одиноких мужчин. В противных случаях туда обычно отправляется женщина. Журнальщики, журнальщики. Ну, дешевая литература. Недавно в магазине на такой же стойке видел книгу Ольги Бузовой. Там, правда, ну, там где-то страниц, наверное, 120, из них 90 фотографий с разными мужиками. Но фишка в том, что эта книга Бузовой, я не помню, как она называлась, что-то там типа рецепт успеха, короче, какая-то такая хуета. И она стоила 20, блядь, 8 рублей. Я уверен, что это дешевле, чем бумага, на которой она напечатана, если учишь, там картонная обложка. Стандартный набор. О, пивко. Пивко. Что, уже вжарил пивко, да? Видимо, ухом крышку открывал, да? Чипсоны. Ну, такой стандартный магазин. На самом деле у нас все то же самое. Есть вот хлопушки разные, да, там, с молочком. Ничего оригинального. В принципе, я не чувствую, что что-то проходит мимо нас. Лысина красиво блестит. Э? Ах, он сволочь. Он меня забейтил и дверь закрыл. О, черт. Твоей мать, мы на сыроеда какого-то наткнулись. Так. Стрельба прям как в семерке вот эта вот. Когда рискуешь промазать все время. Хе-хе. Извиняюсь. Э-э-э-э, я пошутил, мужик. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Как дверь закрыть? Так, а он точно зомби? Может, ему просто куда-то надо, например, в туалет или... Ключ. Ля-ки. И тот же самый инвентарь, да? Что и в семерке. То, про что я говорил. Небольшой любитель. В отличие от жоп. Молодой человек, видимо, тоже хочет посмотреть. Еще и пицца. Я бы остался здесь жить. Идеальное место для летсплеера типа меня. Молодой человек, вы тоже истосковались по черно-белой эротике? Идите он фликсит. Не как Рикардо Милус, но тоже по прямой идти не желает. У него же от головы практически ничего не осталось. Я не знаю. Я ему почти все мозги вышиб. Он так еще рукой сделал. Типа, хватит. Прошу. Че-то выглядит как фотошоп, если честно. У нее, блин, голова. У нее ягодицы меньше, чем бидоны просто. Вообще, мне кажется, несправедливым. Потому что главный персонаж не берет всю эту жрачку с собой. Почему бы и нет, в конце концов. Непонятно, каким образом будет складываться жизнь в зараженном зомби-мире. Почему бы не взять пивка? Тоже ищите импорт? Понимаю. Ой-ой-ой! Задоджили толстого. Твою мать. Не хочу патроны тратить. А если бы я потратил все патроны? Теперь мне интересно. Ну ладно. Они сели в эту машину, про которую я говорил, что в ней даже бомжи ночевать бы не стали. Хотя я про себя подумал. Она не выглядела рабочей. Не знаю, не знаю, зачем он в такой плохой район заехал. Я вот, например, по вечерам старался обходить такие места страной. Это все равно, что выхинов какой-нибудь подземный переход спустится вечером. Мужик-то жив еще! Казец, идеал! Бэм! Хорош! Дальнобойщики, как всегда, спасают ситуацию. Вот так вот познакомился с Тяночкой, да. Она как медведь села в машину и сгорела. Че она... А, жива? А, она просто... Чудеса монтажа спасли, Клэр. Тихо-тихо-тихо-тихо. Не вижу смысла. Их слишком много. Патронов слишком мало. Клэр, это ты? Нет, не похоже. Знаете, может показаться странным, но... У зомби в этой игре, у женских зомби, очень сочные жопы. Может быть, это и неправильно. Может быть, это первый шаг к... Некро-фетишу, но... Ладно, не будем об этом. Мне нравится, как зомби довольно флегматично. Мелочи нет, гайз, мелочи нет. Мелочи нет. Нямка. Гайз, сталкера не будет. Все, не напройду. Мне не понравилось. Но честно, гайз. Чистое небо, дерьмо. Так, ладно, пойдем внутрь. Ракун. Какое же смешное слово. Ракун. Женский туалет, что ли? Или что ли? Но тут не хватает свечи. Назовем это так. Я не знаю, что это на самом деле. Потому что когда ты называешь какую-то вещь, на которой не подозреваешь каким-нибудь рандомным словом, которое тебе приходит в голову, всегда находится человек, который супер знаток этого дерьма. Какой-нибудь электрик Вася такой. Какая же это свечь? Это переходный транзистор, блядь. Ну ты, мудак, как можно это свечой назвать? Свеча это то, что ты в жопу вставляешь. Ну и типа того, знаете, есть такие люди очень мудные, мудные. Что-то давно у них ремонта не было, надо сказать. Но я как-то последний раз был в полицейском участке, в нашем отечественном. Там примерно так же было. Крыша текла. Все очень тяжело. Я справлюсь с чем? С потопом? Ну я, типа, никуда торопиться не собираюсь. Поэтому я сначала проверю женский туалет. Возможно, Клэр именно здесь. В целом, от происходящего вокруг вполне можно было бы обосраться. Поэтому мы обнаружили причину затопления. Как всегда, она в женском туалете. Ага. И мы можем взять... Лечебный спрей. Честно говоря, это больше похоже на освежитель воздуха. Но в некоторых ситуациях освежитель воздуха прямо как лечебный спрей способен помочь. Так, да-да-да-да-да-да, совсем забыл проверить самое важное. Никаких отражений. Как и ожидалось. Погоди, мужик. Не надо так горячиться. Кстати, я только что видел, мне кажется, отражение главного героя. Мне показалось. То есть... Дверь работает лучше, чем зеркала в туалете. Одну секундочку. У меня обеденный перерыв. Я занята. У меня компьютер завис. Ладно, давайте. Раз уж главный герой сказал, что поможет. Нормально, нормально. Перевяжи его. Нет, все. Ну вот, поэтому и не надо много кушать, понимаете. Вот был бы он немного поменьше в талии, возможно, быстрее бы пролез. Как-то странно. Типа, так долго его тащили. Но вообще, это классика. Это классика. Я такое видел в каком-то древнем фильме про зомби. Они там еще в супермаркете ныкались от них. Ну ладно, чувак. Зато теперь сможешь поработать на полставки. Занято! Так, я надеюсь, он был зомби. Потому что в противном случае за... Насколько я знаю, за убийство полицейских самые жесткие наказания. Всегда. Некрасиво. Вот эти жесты, это, конечно. Блин, вот полицейский участок довольно популярен. Я прям... Много посетителей в вечернее время. Эти прям целой семьей пришли. Что я, что я тогда? Дома бьет муж или что? Все равно потом заявление заберешь. Уходи. Ай! Глупая баба. Отойди! Черт. Все, я теперь, похоже, тоже стану зомби. Неплохая такая задница у его женушки. Ой-ой-ой, это плохая идея. Чувак, ты же видел того парня. Ну вот, жизнь ничему не учит. Черт! Продолжение следует... Леон Кеннедий. У меня еще один? это чё нож чувак дай мне патронах лучше чувак я тех кто в форме гораздо большим удовольствием убивал так что меня объяснять не надо я в гражданскими я только на попки пока смотрел но я имею ввиду зомбаков это я когда бухают не 4 подряд потом просыпаюсь ну то есть это я постоянно пропал ребенок кэрли бир о это марвин этот который нас спас он офицер месяца не удивительно что он выжил надо было за клэр играть если у нее такая же анимация попчинского то бля какие ягодицы у этого парня как бы его прям схватил по лапу не сочтите за извращенца но сами понимаете cleaning in progress но смотрю зря они короче создавали взносы на упорщицу как-то здесь не так уж и весело в плане чистоты возможно это спасательный вертолет что-то я чувствую нужно его пырнуть сначала просто еще ни разу еще ни разу никто лежащий замертво не нападал а это же такой клише который рано или поздно должно случиться у меня здесь есть некоторые вопросы с точки зрения анатомии как эта фигня называется улыбка из глазгу или как типа как у джокера тип на ладно о самоубийство ну оно и понятно стройду как будто фаталити из mortal kombat а пережил но конечно это мерзко когда он упал этой башкой своей расколотой фу бля похоже они всерьез гордятся марвином на каждой стене марвин полицейский месяц что же вам всем полицейский участок то надо по вашему виду он посначала в травмпункт с женщина а уже потом к нам ну давай я уже жду и нож верни мэм мэм это мой нож купите себе свой короче ножом больше не пользуемся хитрый план с дверью тоже просто позорнейшим образом провалился я только хотел посмеяться тупой зомби не может открыть дверь так ночью боку на пику жирный хочет конфетку достать так стелс убийство оно должно быть в этой игре фасткил нет нифига твою мать минус тоха назовем а вот так и к но нож всех практически марвин кэш просто красавчик я просто это возьми этот нож и не смотри на форму убиваемых воткнул в телку какую-то и в толстяка телка отняла 25 процентов прочности ножа жирные видимо за счет жира 75 все практически минус нож чё проснулся попробуем объединить смесь трав красиво выглядит ну в смысле на сиськи похоже я имел ввиду это но если вы понимаете теперь меня есть смесь трав деревянные доски прочно прочные доски которые можно заколотить окна это довольно нелепо честно заколочено дядь я же тебе сказал уже не лезть слишком тупые зомби чтобы понять что не свит камерой но не знаю все будут смеяться вот его его обнимают куда я стримлю там написано наверху на стриме вот попробуй найти все иди всем надо знать куда я стримы мне нравится тринтика меня никто не смотрит так как это библиотеку любители почитать собрались чтобы перекусить гулять твою мать неожиданно это евроремонт здесь довольно посредственно сказать не знаю что его делал эти зеленые библиотечные фонари как библиотеки имени ленина они просто страдают это жажда знаний да что ж такое то он не только в сиську может нож втыкать но и в шею но это тоже ничего не дает верните ножку да да господи иисусе что же это за дерьмо то такое на похоже на то как мои друзья в твистер играли похоже посадка была не самой мягкой есть кто живой сэр это вы говорили что прилетите о наконец-то улица какая же просто какая свежесть я прям чувствую и я я и тетя на радостно видать одиноко был извини чувак я я пульс не проверил но будем надеяться что ты не будешь сильно мучиться какой же японский язык приятный на слух он реально мог бы больше в карманы запихивать моя женщина постоянно мне горит что у меня все карманы оттопыренные что-то там я начинаю доставать там спиннер вагон виллс там бутылка там какие-нибудь для самокруток фильтры и все это в карманах просто ты такой да уходи туда к зомби давай убей все на это любовь без у них у них приют люди знакомиться в разных обстоятельствах марвин у него не только глупые имя но он еще и погиб я еще как минимум две двери здесь могу отрезать но прежде чем я это сделаю я убью марвина и схожу за дробовиком ребята еще тут так что ты будешь делать эту траву слопал ну как не вовремя этот козел своей женушкой и бать гэнг бэнг надо вообще наверно пшикнуться дезодорантом из унитаза то что я чувствую что ситуация становится уже совсем какой-то непрезентабельный надо было доску с собой взять ща погоди погоди я помню здесь неподалеку была одна так на этом этаже тоже обстоятельства изменились господин пилот извините я блядь да ты ебанутый что лежит с доской пришел и все мужик только доску не подожги план доска пока все успешно но относительно кроме того что я не обгадился бля еще одна доска гораздо ближе для чуваки вот такой вот я тупарь он уже залез блять пока я ходил а ну ладно не зря же гоняем за дело на будущее марвин зря я наверное столько травы сожрал надо было с марвином поделиться он выглядит как человек который знает цену траве но что-то как-то не солидно я надеялся что-то еще здесь увидеть а блядь еще немного патрончиков для другого ёп твою мать что это за мечта женщина была с таким язычком но это видимо вот бывшая рок-звезда какая-то сердце просто валит уже от этой игры чем все штук да как я так мудрился то выстрелить господи все готов или нет я не знаю тут все живет даже после смерти убит изи легче легкого но стреляла я конечно но это на нервах от на нервах здорово ребят чили ти зачем зачем в полицейском участке я конечно понимаю что раньше это было это видимо действительно был какой-то средневековое здание своими секретами но неужели копы за все это время не заметили что у них какие-то садомаза подвал есть с клетками лепниной ну марвин я пошел меня клэр ждет всем марвин уже никуда не пойдет или пойдет он какой-то злой ему либо фоллаут 76 снился либо он уже превращается он надо добить чувак дай дай патрону плиз растя есть пистолет он сейчас выстрелить себе в голову давай марвин будь мужчиной нет было бы красиво в этот момент если бы выстрел был ну что ж